Если ты хочешь подраться со мной, ши мне, я подерусь с тобой в любое время, в любом месте. Нога правая у меня отнялась вообще. Шесть хардкоров было, вот так рябило, рябило. Если ты мужчина, то ты должен драться до конца. Прокомментируй. Реванш с Чошамбе гораздо интереснее, чем мой бой с Персом. Я полностью прочитал Поляну. Ты рассчитываешь на реванш? Слали ли давление организации, в принципе, от Анатолия Силуянова? Все сделал правильно, поступил правильно, и там уже подписчики, пускай они пишут, там, лох, хейтер, засрал. Чошамбе сегодня вышел максимально захимичен. Ну, это все видели, всем кубиков, все мышцы и так далее. Петр Ян на секунду в своей жизни за... Ватность команды Чошамбе и тренера, который выходил, к тебе что-то объяснял. Мне нужно разбитые яйца, мне нужно разбитые еб... Чошамбе написал Соловину, он сказал то, что я хочу с тобой реванш. Всем привет, на связи Октагоншоп и обессменный ведущий Дмитрий Поперечный, он же основатель. И рядом вот менеджер Никита Савонин. Иван, его отец, его отец, его отец менеджер, все. Боец хардкор лиги, который вчера бьется с Чошамбе. Ну, во-первых, боец не только лиги хардкора, а боец всех нашумевших, всех нашумевших лиг в России. Я дрался везде, где по кайфу, вот, и дерусь теми, с кем я хочу, во-первых. Ну, есть вопросы, задавайте. Есть, конечно. Никита, скажи, пожалуйста, вчера был такой неоднозначный бой, очень сложный, в ничью, который закончился с Чошамбе. Тебя врач хотел отвезти в больничку. Скажи, пожалуйста, отвез он в больничку тебя, и как ты себя чувствуешь? Слушайте, ну, чувствую сейчас, на данный момент, в принципе, неплохо. Мы проконсультировались в машине скорой помощи. Они сделали там, ну, всякие моменты вот эти вот. И они говорят, ну, на 4-5 часов мы тебя можем забрать, прокапельницу, там, не капельницу поставить. Я говорю, слушайте, я не готов к этому, я лучше пойду домой, то есть в номер отдохну, полежу, и это будет гораздо продуктивнее для меня, вот. Чтобы я 5 часов там куда-то ехал, туда-сюда, вот. В принципе, ну, башка на данный момент не болит. В момент боя, да, гудело. В первом раунде я вообще не понял вообще, не понимал ни хрена полностью, ну... После удара в базу? Да, полностью скажу, что я никогда в жизни такого не чувствовал, что нога правая у меня отнялась вообще. И я шел, ну, я шел, и у меня вот хардкор-надпись в ринге, она у меня рябила так, как 6 хардкоров было, вот так рябила, 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 рябила. И когда она, ну, в одну превратилась, я говорю, да, я готов драться, продолжить бой. Слышал ли ты, когда после боя вышел в ринг дагестанский перс и сказал, что если ты мужчина, то ты должен драться до конца? Прокомментируй это высказание, верно ли оно. А, можно сказать, пошел ты... Если ты хочешь подраться со мной, пиши мне, я подерусь с тобой в любое время, в любом месте. Как можешь прокомментировать адекватность Чоршанбе, в принципе, во время, после боя и его команды? Там тренер выходил в ринг, тоже что-то объяснял Артему. Ну, с Чоршанбе у нас, по сути, конфликт уже, ну, он закончился. Ко мне отнестись все с уважением, по сути. Я уважительно отношусь к их команде, они уважительно относятся ко мне, к тренеру, да. Но мне понравился у Перса вот этот вот выход какие-то непонятно. Может, это было запланировано как-то, что-то. Ему, может, невыгодна эта ничья, потому что, возможно, наш реванш с Чоршанбе гораздо интереснее, чем их бой с Персом. Вот. И, во-вторых, зачем враждовать? Зачем вот эти вот кипиши? Кипиши должны быть в ринге, должны доказывать, кто сильнее в ринге. Ты чувствовал вообще превосходство Чоршанбе? И, как ты считаешь, был ли он на каком-то допинге дополнительном? Как его физическая форма тебе впечатлила? Ну, допинг, по-любому, мне кажется, был. Ну, это херня, это все, наверное, принимают, которые там многие дерутся, но это все херня. Мой тренер изначально сказал, как действовать. Я полностью прочитал «Поляну», это его слово записано. И ничего не чувствовалось его вообще. Ну, то есть Чоршанбе не превосходил только в физической форме меня. В технике превосходил, мне кажется, я его. То есть я видел все, что он делает. Я видел каждый удар. Я отвечал, я пытался сделать свою работу. Но в некоторых аспектах я немного заигрался. То есть в третьем раунде я встал на месте, пропустил два удара. Но на эти два удара я ответил тремя ударами. Но по сути, по сути, мы были на равных. Он был физически сильнее, но в технических каких-то аспектах превосходил, думаю, я его. Через какое-то время уже сможешь выступать снова. И будешь ли ты участвовать в октагон боях, приуроченных к десятилетию нашей организации? Скидывается предложение, мы обсудим. Я думаю, да. Ты рассчитываешь на реванш? И есть ли опасность, что после такого завершения боя, когда тебя есть Силуянов упрашивал как бы выйти, что тебе могут не дать его, так сказать? Слушай, я не буду отвечать на эти вопросы вообще. Реванш будет и будет. Не будет, так не будет. Я двигаюсь дальше, мне без разницы. Мне без разницы, с кем драться, кто будет оппонент и что. Все, короче, пацаны, шау-мау-фи-фау, я пошел. Чувствовалось ли давление на тебя со стороны организации во время боя? Артем, скажи, пожалуйста. Вот последний вопрос, Артем. Чувствовалось ли давление организации, в принципе, от Анатолия Силуянова, когда они тебя как бы упрашивали выйти? Конечно, он чувствовался, когда я смотрю на Анатолию, он глазами показывает, типа, что такое происходит? Но я понимаю, что Никита реально был в нокауте, в нокдауне, я вижу это. Ну, он не может продолжать бой. Смысл давать текст раунд, когда я понимаю, что мой спортсмен в любом случае проиграет. Это неправильно. Если бы я дал, я бы предал самого себя. Я считаю, что я все сделал правильно, поступил правильно, и там уже подписчики, пускай они пишут, там, лох, хейтер, засрал. Ну, блин, я своего спортсмена, вот он с баки сейчас стоит, а мог не стоять. Потому что он мог сейчас лежать в больнице и делать себя операцию. Как удалось выстоять вообще? А выстоять удалось так, потому что я всегда выстоял, то, что я хочу. Идешь до конца, да? Да, иду до конца. Ну, они начали нападать, весь зал там, Тарас, Тарас, Тарас. Я немножко на тренера, он наснимает, чуть скинул, говорю, это тренер, это не Тарас, типа. Но все равно они все на меня гнали, но я в итоге сказал, что, ну, реально, пацаны, он бы мог выиграть этот бой, Чуршамбе, но он не выиграл его из-за того, что нарушил правила. А что такое нарушение правил? Это нарушение спокойствия, хладнокровия. Бой – это хладнокровие. В любом случае, только ты нарушил, нарушил хладнокровие, значит, ты проиграл. Петр Ян на секунду своей жизни, за 20 лет карьеры нарушил хладнокровие, ударил чела коленом по голове и проиграл пояс UFC. А тот Чел, возможно, его даже специально поставил. Но что это значит? Это значит, что человек его прочитал. Он, оп, он будет меня бить коленом. И, да, Петр Ян его разбирал. Да, Чуршамбе сегодня был сильнее Никита Солойна, но это ничего не обозначает. Скажи, пожалуйста, адекватность команды Чуршамбе и тренера, который выходил, к тебе что-то объяснял. Тренер у них очень адекватный. На самом деле, после боя подошел, извинился за свои даже высказывания, сказал, что, пацаны, простите, я был на эмоциях, все такое. То есть у них реально нормальный тренер. И Чуршамбе, пацаны, реально нормальные. Вот так вот. А дагестанец персидский? Тоже нормальный. Ну, нормальный. Ему не выгодно, чтобы Никита выигрывал. Но это нормально, что такого. Силуянова в данной ситуации прокомментирует. Ты как тоже основатель лиги. Я как основатель лиги просто был как бы так, Толя. Так же, да? Да, точно так же. Абсолютно. Мне нужно шоу, мне нужно разбитые яйца, мне нужно разбитые ебла. Ну, мне так и нужно. И Толя этого хотел. И это понятно, потому что он организатор лиги. Он заплатил каждому по полмиллиона рублей и так далее и тому подобное. И он хочет бой. А тут, прикинь, 20 секунд тебе дарит застылок. И по идее, ты как организатор-то ничего не имеешь против. Потому что, ну, реально, чел нарушил, другой дрался. Все, ты не понял, как он дрался. И здесь я понимаю, Толя, он хотел шоу, и это абсолютно нормально. Скажи, пожалуйста, реванш будет с Чоршем? Ну, сегодня Чоршем Бэй написал Солой, он сказал, что хочу с тобой реванш по правилам ММА на голых волках, на правде. Есть шанс по ММА? Смотри, Чоршем Бэй сегодня вышел максимально захимичен. Ну, это все видели, 8 кубиков, все мышцы и так далее. Никита вышел на пельмешки, знаешь, как говорится, деревенщина. Вот, но если следующий бой будет, то мы будем пользоваться медными соперниками. Если он химичится, то мы тоже будем делать это делать. Но сегодня Никита показал равный бой без химии, без всего. Человек, который просто захимичен люто. И зрители увидят, ну, реально, это выше гора такая. Удачи вам, пацаны. Опоздайте сейчас на Питер. Давайте, удачи. Никита, брат. Субтитры сделал DimaTorzok